Обычная панельная пятиэтажка, небольшая парковка и машины в притирку. Для саранских автолюбителей картина привычная. Автомобиль черный высадил пассажира в наш дом и, сдавая задним ходом, совершил наезд на мой автомобиль, Toyota RAV4. Не остановился, продолжил движение, зацепил еще одну машину, двенашку, которая стояла в дворе от соседнего дома. И тоже совершил, попытался скрыться, то есть скрылся с места ДТП. О случившемся Владимиру Неструеву сообщили очевидцы. Позвонили в домофон и испортили вечер пятницы. В доме все друг друга знают, поэтому сразу определили, кто владелец поврежденной машины. Другой пострадавший от действий злоумышленника также узнал подробности от местных жителей. Утром проснулся, вышел с дома, увидел то, что мою машину задели. Начал выяснять по соседям, выяснил то, что здесь у нас не одна машина пострадала, а две машины. Выяснилось то, что в 10 часов вечера примерно, грубо говоря, где-то выезжала машина с третьего или четвертого подъезда. И задом сдавала, и задела вот раз в четыре. В аналогичных ситуациях чаще всего советуют писать заявление в ГИБДД. Однако пострадавшие автовладельцы пока хотят дело решить миром. Машины получили незначительные механические повреждения. В таких случаях Владимир Неструев и их Тиерни Язов привыкли обходиться без людей в погонах. Двор маленький, часто стукаются. Но они, чтобы уезжали вот так вот, скрылись. Здесь не было. То есть стукнули. Вроде соседи все. То есть как бы сюда посторонний-то не заезжает, двор не проездной. Поэтому как бы по-соседски даже, по-человечески. Сегодня ты стукнул кого-то, завтра вдруг тебя кто-то стукнет, и ты не увидишь, и уедут. А так соседи, возможно, увидят и подскажут, помогут. То есть как-то такая выручка должна быть. Пока не объявился виновник ДТП, о причинах его поведения потерпевшие могут только гадать. Главное предположение отнюдь не в пользу мастера ночных дворовых выездов. Вроде мы все здесь дружные соседи, все машины мы знаем. Это вот кто-то подъехал не из нашего дома. И за это вот такая ситуация произошла. Ну, скорее всего, я думаю, это был не трезвый водитель, потому что по видеокамерам мы смотрим то, что он даже не выходил с машины, ударил, развернулся и опять и уехал. Так бы, я думаю, если был бы трезвый, я думаю, хотя бы номер телефона бы оставил бы. И мы бы договорились бы уж по-мирному как-то. Ну, вот нет. В кодексе об административных правонарушениях написано, что оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав от одного до полутора лет или арест до 15 суток. Пока неизвестно, что выберет виновник двух аварий. Евгений Волков, Игорь Гангаев. Наши новости. Продолжение следует...